Говорит Москва Говорит Москва Говорит Москва Говорит Москва Ну то есть это уже совсем серьезно Тогда объясните, а что это за валюта? Ну как вам сказать Это в принципе Такая нормальная, хорошая валюта В том смысле, что Все современные валюты, которые приняты В странах, да, во многих большинствах Они имеют один эмиссионный центр Это Центробанк любой страны, который В принципе является частной лавочкой по этой эмиссии валюты и, скажем так, всеми benefits этой эмиссии управляют практически банкиры, потому что они являются акционерами центральных банков. А эта валюта, эта валюта такая модель, когда эмиссия, валюта осуществляется экономикой, потому что, да, вы можете генерировать биткоины и тому подобное. То есть, эмиссионного одного центра нет, а экономика, такая условная экономика, она как раз и имитирует эту валюту. Нужно больше валюты, экономика, скажем, расширяется, значит, имитируется больше. Нужно меньше, ну, биткоины, скажем так, остаются в меньшем количестве. Поэтому это такая уникальная валюта своего рода, и, в общем, эта система, в том числе и с системой блокчейн, она очень хорошо ложится как раз на деньги Гезеля, Гезелевскую денежную систему, которая, в общем, является наиболее справедливой, потому что деньги бывают от денег, это вот современная банковская система с судным процентом или ростопсическим процентом, а деньги еще бывают от труда, что вот Карл Маркс всячески хотел завуалировать и спрятать от несчастных пролетариев, что деньги, они должны быть от труда, а не от денег. Так что это такая уникальная система, в принципе. И все-таки вот вы говорите о справедливости этой системы, а насколько это справедливо? Ведь если я правильно понимаю, Накамото, или, как теперь он говорит, Крей Крайт, его настоящее имя, ведь у него то ли 7, то ли 8 процентов всех биткоинов, это его личная собственность. Ну и что, понимаете, я же говорю не о том, кому что принадлежит, а я говорю о том, что это справедливая эмиссия денег, это прообраз той системы денежной, которая придет очень скоро на смену современной финансовой системе, которая, еще раз, она глубоко порочна из-за ростопсического процента. Да, но тогда, получается, по этой логике, новая система, она в большой или в значительной части будет принадлежать тому, кто ее придумал. Вы не совсем понимаете то, что я говорю. Биткоинов, грубо говоря, сейчас в мире, ну, несколько десятков. А я говорю о сути системы, понимаете, мне глубоко наплевать, кто ее создал, их больше десятка таких систем, о самой сути организации системы. Тогда уж если про суть мы заговорили, объясните, а почему в ряде стран биткоины запрещают? А вы посмотрите на страны, которые запрещают. Это слабые, недоразвитые страны, во всем цивилизованном и развитом мире биткоины принимаются и разрешены. Причем запрещается это под совершенно смешным предлогом, что какие-то там наркоторговцы или торговцы наружием, или не приведи господь террористы, что-то там сделают и переведут деньги. На самом деле и торговля оружием, и наркотой, и человеческими органами терроризма это уже давно под клопаком спецслужб, поэтому слабые страны запрещают, сильно разрешают. Все очень просто. За этой системой в некотором смысле будущее? За принципом этой системы, не за самой системой, а за принципом, да. Спасибо вам. Финансовый аналитик Степан Димура. Биткоин, цифровая криптовалюта, была создана в 2008 году. В ряде стран она действительно запрещена, больше того, за операции с биткоинами. Там нарушителям грозит наказание. Всего в обороте сейчас почти 15,5 миллионов биткоинов. Ну а Крей Крайт, который создавал биткоины под именем Сатоси Накамото, сосредоточил в своих руках примерно миллион биткоинов, а это примерно 450 миллионов долларов. Внимание, внимание! Говорит Москва!